Моим текстом сегодня послужат слова апостола Иякова, написанные в первой главе его послания в пятом стихе. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Вам, наверное, приходилось не раз встречаться с людьми, которые считают себя так мудрыми, что им нет надобности в советах других. Скажите, сколько есть таких людей, которые со всей искренностью готовы признаться, что у них недостает мудрости и чувствует ее необходимость? В Библии мы имеем чудный пример одного юноши, который в смирении своего сердца признался, что у него недоставало мудрости, и в результате этого признания Бог сделал его самым мудрым царем израильского народа. Вы помните этот случай, когда Бог, явившись молодому царю Соломону, только что воцарившемуся по смерти своего отца Давида, сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». И что же ответил Соломон Господу? Он сказал, «Дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом с ним и входить». И Господь дал, что просил Соломон. Ни богатства, ни славы он просил, а чтобы Господь одарил его мудрым сердцем, и Бог это сделал. Но кроме мудрости Бог дал ему то, чего он не просил, а именно и богатство, и славу. Словами «если же у кого недостает мудрости», апостол Яков допускает возможность, что у нас может быть недостаток мудрости. И потому, если мы обнаружили, что мы не так мудры, как думали, поступая в том или ином случае не так разумно, то такой, как говорит Слово Божие, пусть просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Из этих слов можно заключить, что у нас всегда недостает мудрости по той причине, что не просим ее у Бога. А не просим, потому что считаем себя достаточно мудрыми. Стоит об этом подумать, не так ли? Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Продумаем эту истину, дорогие мои. Она много нам откроет. Но чтобы лучше понять значение этого стиха, возьмем его не как отдельное предложение, а вникнем в его смысл во свете того, что было сказано выше. Вернее, рассмотрим его в контексте, в котором он находится, а не как оторванную мысль. Поступая так, мы поймем глубже, что хотел сказать нам этими словами Ияков. Из второго стиха ясно, что Ияков своим посланием обращается к верующим. Он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои. Но больше того, из первого стиха мы видим, что это были верующие, которые по причине преследования были в рассеянии. Находились они в среде враждебно настроенных людей, и им Ияков пишет эти ободрительные слова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Эти люди не по ошибке оказались в противных для них обстоятельствах. Господь Бог, великий сеятель, знает о каждом своем семени, сажая его в почву, самую благоприятную для его возрастания и способствующую к наибольшей его плодовитости. Наше мнение о том, где нам лучше, где более полезно для нашего духовного роста, не всегда соответствует тому, что Бог считает лучшим для нас. Помните, как сказано после мученической смерти Стефана, что произошло великое гонение на церковь, и что все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово? Сам великий сеятель допустил это гонение. Думаете, что Бог сделал ошибку? Никогда. Ибо далее, в одиннадцатой главе «Деяния апостолов» мы читаем о результате этого божественного посева. «Рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана проповедовали Слово, и была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились к Господу». Каждый из нас, возлюбленный брат и сестра, посажен самим Богом, как семья в такую почву, которая наиболее благоприятна для нашего духовного роста, а также и для блага Царствия Божия. И вот таковым Иаков говорит «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Все мы в одно или иное время впадаем в различные испытания, не так ли? Притом бывает разного рода испытания. Испытания нашего собственного изделия, то есть испытания, возникшие от нашего непослушания. И бывают испытания, допущенные в нашей жизни по воле Божией, которые постигли нас вовсе не по нашей вине. Поэтому невольно возникает вопрос, какого рода испытаний в данном случае имеет в виду Иаков? Мне кажется, что главным образом он обращается здесь к таковым, которые по причине, не зависящей от них, впали в различные искушения. Заметьте, как апостол Петр делает различие между этими двумя причинами страдания. «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за преступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны». Это отнюдь не значит, что Бог не может обратить страдания, вызванные нашими преступлениями, в нашу пользу. Когда мы искренно раскаиваемся в нашем грехе, да, Он обращает и их в нашу пользу, ко благу нашему, как говорит апостол Павел. Но апостол Яков имеет в виду страдающих несправедливо. Как это видно из одного слова нашего текста, а именно «впадаете». Мы уже не раз указывали, как это слово «впадать» в поднянике употребляется только три раза в Новом Завете, и имеет оно очень интересное значение, а именно «оказаться в положении, где человек непроизвольно окружен как бы непроницаемым кольцом противных ему обстоятельствах». То есть очутиться невольно окруженным неразрывным кольцом противных обстоятельств. «Переживал ли ты, мой дорогой друг, когда-нибудь подобное?» И вот, прибегая к этому именно слову, Яков говорит, что «если вы окажетесь в окружении противных обстоятельствах и не видите выхода из этого положения, то с великой радостью принимайте его, зная, что оно содействует ко благу вашему». Сказав это, мы приходим к словам нашего текста. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Слова эти имеют прямую связь с тем, что было сказано выше, о испытании. Иными словами, Яков говорит, что «если испытания, неспосланные вам божественным проведением, показали вам, что у вас не достает мудрости, то не унывайте, есть чудный выход из этого положения, просите ущедро дающего Бога и дастся вам». Каждый из нас испытал на себе в одно или другое время, как порой трудно бывает поступать благоразумно, когда нам причиняет зло, обижает, раздражает и оскорбляет. Как хочется в такие моменты высказаться в свою защиту, доказать свою правоту, оправдаться, вместо того, чтобы дать возможность Богу защитить и вывести праведность нашу на свет. В такие моменты несправедливого отношения к нам легко вместо молчания разгорячиться, сказать несдержанное слово. Да, возлюбленный, без испытаний не может человек познать свои недостатки. «Легко быть радостным и в хорошем настроении, когда все идет по нашему, на наш лад. Кругом успех, нас хвалят, относятся к нам с почтением и с уважением». О многострадальном Иове после всех постигших его бедствий сказано «во всем этом не согрешил Иов устами своими и не произнес ничего неразумного о Боге». Читая историю псалмопевца Давида, нельзя не восхищаться его разумным поведением, особенно в дни и годы его изгнания. Заметьте, что мудрость его выделяется не так ярко во время его благосостояния, как в годы изгнания и его преследования ревнивым царем Саулом. О Давиде сказано, что он действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. Саулу было очень обидно и неприятно слышать, что после победы над филистимлянами народ причислял ему тысячи, а Давиду десятки тысяч. И с того момента Саул начал преследовать Давида, и в течение долгого времени Давид должен был скрываться от гнева озлобленного царя. И как раз в это время тяжелых испытаний, будучи в постоянном бегстве, сказано о нем, и Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. Давид не воспользовался удобными представленными ему случаями отомстить и причинить зло царю, нет. Он поручил свое дело Богу. В этом и была его мудрость. Он не решался взять меч в свои руки, но полностью уповал на Бога. С другой же стороны, как неразумно поступал царь Саул, что должен был сам признаться, сказав, «Безумно поступал я». Поэтому, возлюбленные, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. О каком же совершенстве говорит здесь Иаков, которому содействуют все эти испытания в нашей жизни? Апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Теперь, слушайте, в чем заключается это благо или совершенство? Быть подобными образу Сына Божия. Вот этого совершенства Господь ищет в каждом из нас. Это совершенство производит Он в нас испытаниями, искушениями, скорбями и страданиями. Поэтому, дорогие мои, должны мы их принимать с великой радостью, зная, что только ими может Господь произвести свой идеал в нас, подобие образу Сына Своего. Брат мой и сестра моя, не рапши на Бога. Не грешите против Создателя вашего, который не допустит ничего в вашей жизни, что не было бы полезно для вас. Как раз вот этим испытанием, которое кажется тебе несправедливым и невыносимым, Он хочет обогатить тебя. Поэтому вы можете с полным дерзновением и с уверенностью начать славить и благодарить Господа за это испытание. Тогда, мой друг, ты поступишь разумно. Да поможет тебе Господь в этом. Но я не хочу закончить мое слово сегодня, не сказав ничего тому, кто еще не сделался чадом Божиим верой в Иисуса Христа. Друг мой, будь мудрым. Приди к Иисусу Христу, и в нем ты найдешь ответ на жизненный вопрос. Не будь подобен царю Саулу, который отверг Слово Господне и должен был сказать о себе, «Безумно поступал я». О, как неразумно поступает человек, когда он отвергает Божий призыв, когда он не покоряется Слову Божию, да, когда он пренебрегает столь великим спасением, предлагаемым Богом. Самое великое безумие – это когда человек отказывается принять то, что Бог даром дает в Сыне Своем, а именно вечную жизнь. Он безумно поступает, откладывая день за днем, недели за недели, месяц за месяцем, год за годом свое спасение. Может быть, в этот самый момент, в глубине твоего сердца, ты говоришь, «Да, и я безумно поступал». Что я скажу такому человеку? У меня есть лишь один ответ. Помочь тебе может лишь один, да, тот, который именно пришел помочь таковым, который готов и признать свое безумие, живя без Бога и без Христа. Тот, который тебе может и который готов помочь, есть никто другой, как Сам Иисус Христос. О, Божий Слов, не пропускай!